Я в шоке от таких раскладов. Смотрите какая. Класс. Амси, килька, амси. Амси, да, килька. Понятно. Свой товар надо рекламировать самому. Всем привет. Сегодня я приехал на самый большой и, как мне сказали, самый дешевый базар в Анталии. Давайте посмотрим, что и как там, какие цены. Припарковался. Немудствую, лукаво, прям к дереву. Ладно, идем смотреть на рынок. Там шум, крики, такие зазывалы. Интересно, интересно. Говорят, здесь сцены такие, самые маленькие в Анталии. Интересно. Как мне написали в комментариях, что этот рынок сюда ездит уже один из подписчиков, подписчиц, 11 лет. То есть этот базар называется средишный, среда. Называется как? Чалу-шамба. Базар называется чар-шамба. Значит, среда переводится с местного. Он двухэтажный. На первом этаже фрукты и овощи. На втором, как я понял, одежда и так далее. Ну, давайте посмотрим, так ли он дешев, как вы написали в комментарии. То есть картошка у нас точно... Ух! Меня интересует цена на картошку. Вот смотрите, какая отборная картошка. Смотрите, один к одному, да? Отличнейшая. У нас в районе, у нее цена на рынке 2 лиры. Я в шоке от таких раскладов. Смотрите, какая цена, лиры 50. О, теперь пойдемте посмотрим апельсины. У нас в районе были 3 лиры. Интересно. Так, я не вижу апельсины, я вижу лимоны. Лимоны по 3 лиры. Ну, здесь такой шум, гам. О, мне приходится даже немножко кричать, чтобы заглушить этот шум, который здесь стоит. Ну, не шум, здесь как-то зазывают. Говорят, покупай у нас, покупай у нас. Вот апельсины. Смотрим цену. 5? 5? У нас 3 было. Надо сходить будет, в общем, к нам на рынок. Давайте тоже посмотрим. Может, у нас тоже уже по 5? Я даже дал апельсинки по... Ну, хотя бы по лире. Хотя бы по лире. Так, а это что у нас? По 2 лире. Грифов? Грифовки по 2 лире. Грифовки по 2 лире. А, вот картошка по 2 лире. Как и у нас в районе. Я скажу на наш рынок, тоже посмотрю, как у нас изменили цены. Ну, здесь прям не так няшно, как у нас. Здесь прям такой рынок прям помидорки. 1 лире 50, видите? Здесь у нас идут специи. Перчики. Ну, я бы не сказал, что он прям супер дешевый. Но есть варианты сэкономить 50 курюш за кило. Как бы я больше, наверное, электричества потратил, чтобы до сюда доехать. Ну, мне интересно. У нас, может быть, на районе тоже цены изменились сильно. Давайте сходим на наш рынок, который возле моего дома. И посмотрим, вернее, возле моего номера. Выпуск, почему я переехал из квартиры в гостиничный номер отеля. Есть на канале, там трехсерийный такой сериал получился. Как я обустраивал и так далее, и так далее. Ладно, давайте смотреть дальше. Вот какие апельсины. Шикарные, 5 лир. Слушайте, цены выросли просто в два раза почти. Или это здесь такая цена, а у нас будет дешевле. Вот прям пойду на следующий рынок и посмотрю. Вот такие помидорки, 2 лиры. Если вы хотите в рублях, умножайте на 10. Если вы хотите в долларах, делите на 7. 3 лиры. Ну, грубо говоря, 30 рублей лист салата. 45 рублей вот такой красный перец. Вот такой болгарский перец, 30 рублей кило. Приветливые торговцы. Они кричат, здесь все зазывают. Здесь можно купить также небольшую утварь. 1,50. 15 рублей килограмм помидор. Они, конечно, не шик такие шик, но 15 рублей. Все зазывают, видите? Смотрите, какая класс. 8,50. Бананы 85 рублей. Бананы дорогие. О, какие, да? Один к одному. Смотрите, какой цвет у них. Красота. 5 получается. Фуджуки есть. 15 лир. А, они тут жарят уже, как бы, готовят яичницу. Рынок, конечно, огромный, огромный. Вы посмотрите, он занимает площадь просто вот туда уходит, да? И ровно столько же вот туда уходит. О, сыры пошли. Ух, ну здесь и гам, конечно. Шум, говорят, что к вечеру здесь вообще не протолкнуться будет. Ну, классный, классный рынок. Он немножко подешевле, по-моему. Сравним, сравним. 3 килограмма, 5 лир. Может, апельсины за 3 килограмма, 5 лир? Сейчас, давайте спросим. Ух, вот это прям восточный рынок. Кто кого-то перекричит? Я или они меня? Я на камеру или они меня? Слушайте, здесь колбасы продают. Суджуки, прикольно. На нашем рынке такого изобилия, конечно, нету. Здесь вот прям, говорят, он еще и по воскресеньям работает. Но это не точно. По средам точно. Потому что он так и называется рынок среда. Ну, ассортимент, сами видите, какой, да? Объемный, обширный. Здесь фактически все есть, что нужно. И цены чуть-чуть пониже, чем у нас были месяц назад в январе. Сейчас, в феврале, я не знаю, как цены поднялись на нашем рынке или нет. Поэтому мне даже интересно. Я вот обязательно вам схожу, сниму, сниму цены. Поэтому подпишитесь на канал, расставьте лайк. И покажите, вот отправьте, поделитесь ссылкой. Так же вот со своими родителями, например. Да, вот какой базар. Пускай они оценят, тоже посмотрим. Ладно, давайте еще посмотрим, что у нас тут есть дальше. Цены, конечно, настолько различаются, что надо его обойти. Весь-то почти нереально. Вот там рыба в том конце. Да, это, конечно, не тот наш маленький. Некадар протокал. Учбучук. Учбучук. 3,50 биркило. Биркило. Килограмм 3,50. Классно, классно. То есть уже нашли за 3,50. То есть то, что на входе продавали за 5, здесь уже мы видим на входе за 3. Ну, это сами свой продают, свои у бабушки. Вот у них самые вкусные. Видите, какие большие? О, какой. Видите? 3 лиры. А, биркило у члира. А, бешлира? А, 5. Ну, видите, они большие, 5 лир килограмм. Так, деревенские яйца у нас. Как интересно здесь цена. А, я муртан не когда. А, там вам. 8 штук, в общем, чуть больше лиры получается. Лира 25. Подорожали яйца, подорожали. Посмотрим, как у нас, конечно. Так, семитый виноград. О, вышел. Вышел на свет солнечный. Это, видите, он находится в таком помещении, да, как бы, получается, целый этаж. О, ну, там и шумно, конечно. А здесь вот весь город стекается, весь центр. Вот, посмотрите. Классный рынок. Ну, специально сюда ехать. Знаете, здесь почти нет места для парковки. Вы видели, куда я велосипед поставил, да? А для машины и тем более здесь нет места. Все заставлено, сами видите, не пройти, не проехать. Базар называется Чаршамба. Ссылочку на него я оставлю под видео в описании. Если захотите, сможете, когда будете в Анталии, сами прийти в среду и своими глазами увидеть это все. Великолепие. Он очень большой. Очень. Так, 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 так. Это что такое тут? Чихает кто-то. О, детинки. Видите? Есть такие сыры. Сыры, значит, 35 лир. Это, я понимаю, все за килограмм. То есть, повторюсь, умножайте на 10, делите на 7. Это получится, соответственно, в рублях, а в долларах делите на 7. 4 лиры. Цены абсолютно разнятся. То есть, мужчины 3,50 отдает. Здесь 4 лиры. Ой, мне прям, правда, интересно. У нас-то сколько там разницы, конечно. Я ожидал все же хотя бы по лире. Ну, еще февраль как бы не закончился. Может быть, сейчас урожай будет большой. И такие цена будет пониже. Вот, видите, 3 лиры, да? Вот такие большие. Так, что? Туда пойдемте еще посмотрим. Местные бананы. 7 лир. Это аланийский, скорее всего. Видите, они какие маленькие. Ну, такие дороговастые для местных-то. Вот будем в Анталии, когда обязательно на рынок сходим. Посмотрим, сколько в Анталии там будет. О, видите, это для... Делают такие трубочки с листьев виноградных. Очень вкусно делают с рисом. Вот, специи. А, это у нас получается аджибигер. Острый перчик. Соль. Яблоки, кстати, вот 3 лиры, видите? В среднем 2 лиры даже есть. Ну, это какие-то липушки. Каштаны. Тут, кстати, каштаны на улице жарят, я заметил. В некоторых местах. Вот. Вот, 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 вот. Вот на входе сразу, вот где житинки, орешки жарятся. Давайте посмотрим, как они, орешки, прям на месте готовят. Здесь и лук, вот, 2 лиры килограмма, полтора лиры, получается, у нас картошка. Вот я нашел место, да, приходит. Вот, готовятся. Видите, тут сразу жарят орешки. Вот они. Видите? Прям тут же. И тут вот можно их купить. Также здесь, видите, есть и грецкий орех. Так, а почем грецкий орех, у тебя? Скажите, пожалуйста. Скажите, пожалуйста. А, на когда? Кило и... Кило и... Кило и... Кило и... Кило и... Кило и... Ага. Ну, прилично. Орехи дорогие здесь, конечно. Чищенные орехи, сами видели, да, получается, дороговато. Видишь, он вроде сказал, бэш, то есть 75 лир за килограмм, что ли? Тогда недолго получается вот так. Яйца можно купить как деревенские, так и в пачке. Ну, написано, что это... Написано, что это курицы, которые гуляют сами по себе. Больные курицы. А если в самом яйца такие... В обычном магазине, кстати, тоже можно купить. Сыры, видите, да? 25, 20. Это вот все у нас соленые. Есть козьи, вообще 18. Вот сыры, кстати, действительно недорогие. 20, 25. Ну, в магазине они чуть дороже. Чуть дороже. 20, 25. Зафиксировали. Так, есть овечий сыр. Пахнет здесь. О-хо-хо. Очень своеобразно. Ой, такие запахи, я не знаю. Ну, что-то жарит, что ли. Вот прям и сырами этими пахнет. Ммм, какой-то рыбой немножко. А, вон там рыбный базар. Давайте пойдем посмотрим, сколько рыба стоит. Позже сыр, видите, по 50 вот такой вот. Ну, я такой не очень люблю. На любителя очень. А в магазине они чуть больше 60. Так, мед у нас в сотах есть. Есть плотко-огливной. Жарят хамцу сразу, да, лук здесь. И вот готовят кушать. Можно здесь купить сразу перегрузить. Амси, да, килька. Вот осьминожки есть. Да, свежие. Свежие осьминоги есть. Ну, рыбу, конечно... Ну, конечно, выбор обалденский. А Карадеш буюк, на когда? 150. 150. 150. 150 кг. 150 кг. Вот, видите, даже скидку хорошую сделает. Спасибо. Видите, немножко говорят по-русски. Классно. А вот с этой стороны, видите, картофель по 2 лиры. Ух. А здесь вот уже торгуют бабушки чаще. Вот здесь есть, посмотрим. У них повкуснее, поароматнее. Вот помидоры я всегда у бабушки покупаю. Они вот на входе, ближе к входу на рынок, торгуют своим. Там по чуть-чуть. У них маленькие лоточки такие. Так, 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 вот юшка, да, 6 штук, 6 лир. Одна штука лира. Это, я считаю, недорого. Так, это что у нас такое интересное? Вот, фермер торгует, скорее всего, своим, да? Сыр. Вот такой кусковой яйца. Здесь, в общем, кто громче крикнет, у того больше шансов привлечь внимание к себе. А привлечь внимание, вероятно, продал. Ну, вероятность повышается. Поэтому, конечно, здесь они прям кто во что гораст. Ну, я здесь уже почти около часа кручусь. И все больше и больше людей становится. Чеснок вот продают. Получается 10 лир пучок. Народу все больше и больше и больше. Вот, я чуть-чуть отошел. Вот на этой улице, получается, те, кто торгует уже от себя. То есть, бабушки вот там дальше, я вижу, есть, которые торгуют. Он интересный, вот у дедушки явно свои апельсины, по какой цене он их хочет отдать. Вот, видите, видно, что он сам приехал. Некадар протокол. Дерклира. Вот, видите, какие хорошие, он по 4 отдает. Вот, тут также поделки, видите, всякие деревянные есть. Ну, как ни крути, получается, средняя цена по рынку плюс-минус. 50 курюш пляшет, то есть, нет такого, ну, как бы раз, такой разницы, там, в лиру, в 2 ожидаем. Ну, вот в лиру есть, да, это вот на апельсины там 5 и 3,50. В лотаре лире разница. Давайте теперь поднимемся на второй этаж и посмотрим уже одежду. Если честно, я немного в таком культурном шоке нахожусь от увиденного, потому что здесь просто много шума, много людей, много товара. Ну, классно. Кирбучук. То есть, получается, бирбучук полторы. Вот это прям очень-очень-очень. А? Как вам? Смотрите, какая прелесть. 50 рублей килограмм. А? Как вам цена? Да, потому что урожай сейчас клубники. И апельсиново все-то тоже. Ну, за клубнику-то понятно, 5 лир. Но апельсин-то почему-то 5 лир? Вообще непонятно. Ладно, ждем в середине февраля. Зафиксировали, значит, 5 лир. 4,50, 3,50 вот у дедушки. А, не дедушка, мужчина там. Дедушка 4 отдает. Ну, а тут же можно сделать днер. То есть, покушать, да? Прямо тут же все делают. Класс. А вот туда уже одежда. Пойдемте посмотрим. Сразу вот от входа. И пошли наверх. Здесь есть связанные вещи, которые бабушка сама связала. С ветра там и так далее. Есть скидки делают. Кто как тут продает. О, а тут вообще... Не, я реально в шоке от этого рынка. У меня очень двойственные ощущения. Мне с одной стороны... С одной стороны классно, да, что такое ассортимент. Но столько народу, и я чувствую себя немножко неуютно. Вы посмотрите, вы посмотрите. О, я даже, наверное, не знаю по вещевому. То, наверное, туда вглубь не пойду. О, здесь так же днер делают. Прям тут же все. Тут же. Вот это настоящий восточный рынок. Вот это прям вообще. Это я еще утром приехал. О, вот это рынок-то крыльянок. Вещевой. У нас в районе там чуть-чуть такой пятачочек. Жесть такие, вау. Это стадион. Просто купить можно все. О, отдельно по вещевому рынку, конечно. Но народу очень много. Здесь, смотрите, и платье можно купить. Посмотрите, видите, 10 лир получается, парень говорит. Туника, 35 лир. Видите, две штуки за 5 лир. Тут же обувь. Ой, я туда даже не пойду, ребята. Давайте я там, где не так много народу. О, там азиотаж идет. Давайте это зачни, это классно. Просто налетели все. Мужчина там отжигает. Он дает самую низкую цену, видно, на рынке. Ему даже аплодируют люди. Видите? А, не-не, это зазывало аплодируют. Прикольно, конечно. Две штуки по 5 лир. 2,50. Что это вообще такое? А, всякие кофточки, шпаны. Ну, такой стандарт. Класс. Хорошо, они торгуют, молодцы. Сами себе похлопали. Создали вокруг ажиотаж. Сколько у нас носочки? 10 лир, 3 штуки. Получается, по 25 рублей за носки. То есть, получается, 3, нет, 30, 31-32 рубля. Вот так за носки получается. 4 пары, да, 10 лир. Качество, ну, носки, что-то. Носки, носки. Есть, ну, есть вообще качество нормальное, да, вот, например. 4 штуки, 10 лир. Вот, панталоны, да, тут у нас всякие разные. 15 лир за штуку. Ну, вещевой рынок здесь, конечно, серьезный. Сами видите. 25 лир штаны. Ну, это уже, не, ну, конечно, здесь просто за какие-то копейки отдаются. 5 лир, вот, что у нас, кофточки какие-то. О, сумки давайте глянем. Сумки, сумки, сумки. Ценник не указан. А, вот. Сумка 15 лир, вот эти сумки по 15. Те, я так понимаю, в зависимости от того, какая сумка. Ну, вот это, конечно, 150 рублей. Ну, умножайте на 10, как я говорил, получаете в рублях, делите на 7, получаете в долларах. На рынке можно расплатиться карточками. То есть, принимают карты визу, мастер-карт, как я понимаю. О, теплые штаны, 20 лир, вот такие. Ммм, нормальная цена. Слушайте, вот по вещам, здесь вообще шикарно прям. Вот давайте посмотрим, сколько скатерть стоит примерно. Если найду, да? Вот здесь вижу шторы. О, джинсы, джинсы, джинсы. О чем джинсы? Джинсы, 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 джинсы. Ну, джинсы, тут, конечно, брюки 149 лир и так далее. То есть, дороговаска, дороговаска. В Айкике можно до сотки купить. Так, тапки 20 лир. Вот теплые такие тапочки, видите? 15 лир, вот есть попроще немножко. Ну, то есть, в принципе, ценник просто ни о чем. Ну, тапки 200 рублей, да? Вот тоже джинсы. Вот настоящий восточный рынок базар. Так, ну здесь народу уже столько, что... О, о! Ну, этот человек, давай, держи. Посмотрим вас на Заджи. Эээ, а почему у вас в среднем джинсы? 80 лир, 100 лир, 120 лир. Это 100 мужских. 80, 100, 120 в среднем. Посмотрим давай. Нет, я поснимать. Там джинские. Это женские, да, там мужские. Все понятно. Вот там все 100, да? Да, 120. Ага. Это мужские, там джинские. 80, да? Там голубой мальчик. Понятно. так ладно идем дальше у людей сколько но все в масках четко поэтому вот видите где ценник поменьше на 5 лир например да и тут же сразу людей очень много покупает по эти товар надо рекламировать свой товар надо рекламировать самому туалетная вода но это все думаю очень качество 25 15 спортивные сумки даром отдаю просто даром отдают нижнее белье так я туда уже не полезу так вот поснимаю давайте небольшую панорамку сейчас видите они тут друг у друга перенимают эти маркетинговые планы да то есть смотрит как кто продает и повторяют и все успешно получается убить и так ну ладно давайте уже вроде все посмотрели пойдемте теперь да и на конечно вот детская получается 10 ли я спросил там вот такие халаты 20 лир до